всем доброе прекрасное утро утро которого еще не было никогда в жизни этой вселенной это это истина с вами гостя Андрей Рыбин и сегодня я решил записать это видео для чего для того чтобы немножко рассказать то что то что приходит сегодня тоже будет как всегда необычная такая передача но такой может быть необычная исповедь необычное повествование дело в том что я уже как-то упоминал что буду записывать все меньше и меньше и сначала я не мог понять почему так почему такое вот желание меньше и меньше записывать сейчас стало приходить это объяснение почему вот то есть стало все становиться на свои места как как всегда в этой жизни то есть все всегда становится понятным если человек задает вопрос дело вот чем что все о чем бы я вам не рассказывал все о чем бы не повествовал о чем бы не говорил там все что приходит но на самом деле она не будет принято то есть не будет усвоено и это то что называется глаз вопиющего пустыни это так на самом деле почему так потому что человек все что он слышит все что он видит все что он воспринимает он воспринимает данные через свой мозг то есть все сигналы поступает мозг и теперь человек уже как бы там задумывается он таким образом к этому относится как информации таким образом он ничего для себя не берет ничего абсолютно я вам сказать гарантированно что даже за все время то что я записываю передачи а это уже более шести лет но скажу вам так что за это время никто не стал просветленным почему так происходит более то вам скажу так что свое время если вы обратили внимание если вы обратили внимание но об этом конечно церковники не говоря даже в последнее время последние дни даже иисус разочаровался в людях как бы это ни звучало что значит разочаровался дело в том что язык он не может объяснить в полной мере все что человек хочет сказать он разочаровался в том понимании что человека нельзя научить то есть сколько бы он не давал там учения свои сколько бы он не объяснял как человеку жить что почему там кучу притч давал то есть как человеку уже час все это не имеет никакого значения абсолютно то есть для людей это не имеет как бы ни звучало никакого значения почему так почему так потому что до тех пор пока человек сам это не пропустит через себя до тех пор пока это не станет его личным опытом до тех пор это это будет пустота это будет то что называется информация я которое ничего не дает то есть информация либо информация она находится то есть в голове то есть в разуме и в разуме там же и и сидит вот поэтому если человек не пропускает через себя если человек не приобретает это через свой опыт то есть когда человек получает это как свой опыт тогда это является уже не учением там чим то то ли там будды то ли там иисуса мухаммеда и так далее это уже его его понимание его лично это он уже знает а до тех пор это будет там верой называться там еще там кем-то там маша и так далее до тех пор это будут какие-то забубоны какие-то будут традиции какие-то там поклоны там стучание головой о пол сколько там раз нужно там молиться там пять раз в день нужно идти там в этот мечеть и так далее то есть до тех пор это будут ритуалы ничего ничего будет то есть обычные мертвые вот эти вот идолы вот поэтому все что человек получает вот он получает через свои органы то есть сенсорные свои восприятия то есть там он слышит он видит все что поступает опять же через его разум это необходимые условия для понимания этим человеком это нужно приобрести это как свой опыт ну например ну давайте так вот я например скажу скажу вам что вот там то и там то находится яма ну то есть вот вот за тем деревом там если будете идти по той тропинке вот там за тем деревом будет там большая яма куда можно упасть и там пораниться и так далее и до тех пор пока вы не пойдете туда и не проверите это не посмотрите не убедитесь в этом до тех пор это будет вот эта вот иллюзия которую будем называть вера то есть мы верим что там есть яма за тем деревом если пойти по той тропинке и так далее и не более того то есть пока человек это не испытает через свой опыт до тех пор это будет ничто пустота ну что-то сказать ну так что получается человеку нужно идти в эту яму обязательно попасть нет в эту яму попадать не надо но когда он получает вот это учение мудрости которое говорит допустим что там находится яма то ему необходимо пойти посмотреть то есть теперь он знает что там ему говорили должна быть яма и это нужно посмотреть и когда он теперь идет аккуратно осторожно на то место то есть на то место где обозначено где ему сказали и проверяет это и убеждается что да там действительно есть яма но теперь это является его опытом то есть теперь он говорит да я знаю там находится яма и теперь следующий раз когда он будет идти то он будет знать что там действительно находится яма и не потому что там кто-то сказал что вот там якобы находится а это это его опыт его знание вот и так совсем то есть для этого человек находится в этом мире он находится в этом теле а тело имеет свойство это болезненное то есть эти все окончания которые дают возможность человеку ощущать то есть свое присутствие то есть например там болевые ощущения то есть он попадает в яму ему больно там ломает там руки ноги и так далее и так во всем то есть для этого человеку нужно все пропускать через свой личный опыт до тех пор пока человек этого не будет делать ничего не произойдет с человеком с его ростом с его пониманием этого мира ничего абсолютно сколько бы человеку не рассказывали какие бы там учителя не приходили какие бы истины не рассказывали что там якобы вам нужно делать то там возлюби ближнего своего самого себя возлюби там Господа Бога своего всем сердцем всей душой всем разумением и так далее это будет чисто как такие песни летописи и так далее не более того то есть человеку необходимо пропускать все это через себя все абсолютно в жизни кто бы чего не сказал поэтому я в своих передачах ранее говорил не верьте никому крылатая фраза Мюллера из 17 темновений весны и это действительно так не надо никому верить никакому там священнику или не священнику и так далее вам дана возможность вы находитесь в этом мире для того чтобы приобретать этот опыт то есть прислушиваться кто чего говорит и далее уже самому этот опыт приобретать поэтому я тут затронул такой вопрос о том что Иисус последние последние дни буквально уже перед распятием так сказать разочаровался в людях разочаровался точнее не то что в людях разочаровался в том что человека можно чему-то научить давая ему истину если кто обратил внимание кстати говоря священники об этом не говорят то он сказал что следующий раз когда я приду он сказал когда придет то есть тай никаких нету то я приду судить людей то есть не учить все с учением уже закончено уже учили уже столько я приду судить и кто-то будет куд-кудах-кудах-кудах ну как это так вот за что насудить почему насудить и так далее а как раз за то за то время в которое люди находятся и за тот опыт который они приобрели либо не приобрели после того как было людям дано даны все учения все абсолютно было людям дано вот вам пожалуйста изучайте познавайте вот ваша жизнь вам дается для этого а теперь приходит время пожинать плоды то есть приходит время это хотел сказать отвечать за ваши деяния приходит время это чтобы смотреть насколько другими словами насколько вы познали то истину которая вам была дана это то что называется вот судить людей ну то есть как допустим там экзамены проводят учителя но посмотрим как вы усвоили материал то есть как раз в то время Иисус упомянул что я приду не не давать вам очередное учение не продолжать вас учить и так далее а именно я приду вас уже судить вот ну тут еще такой вопрос о тех событиях которые происходят и что ох куда 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 безобразие такое что тут у нас такое вот творится ну немножко тогда расскажу по этому поводу о всех этих безобразиях так называемых на самом деле нет ничего удивительного и это все абсолютно закономерно все что происходит я попытаюсь немножко объяснить ну давайте давайте представьте себя на минутку вот вот реальность абсолютно вы вот вы такой человек ну то есть обычный так сказать человек при этом у вас есть огромное желание это быть богатым ну то есть наверное в большинство людей такое желание ну по крайней мере вот из моего опыта люди хотят быть богатыми они правда говорят нам совсем нужно немного но это немного оно безгранично и поэтому когда человек приобретает что-то становится якобы уже не бедным но он всегда будет считать себя недостаточно богатым так то есть этому нет предела потому что получение то есть этого богатства когда человек видит своей целью это приобретение этого богатства это как образ жизни человека это его познание то есть он видит себя в этом мире через признание окружающих через якобы ту власть которую он приобретает над окружающими ну например любой например Билл Гейтс то есть практически все в мире знают вот этого вот это имя этого человека тем самым для себя он получается очень значимым ну я же это я же такой вот велик я же то есть тем самым человек развивает себе вот эту вот гордыню вот это подпитывает ее а это безгранично это не имеет предела то есть имея миллиард человек будет считать себя все равно бедным потому что кто-то там имеет 100 миллиардов и это безгранично это как-то заболевание так так вот но при этом это обычный человек то есть никакой разности в его развитии в его понимании мира нет абсолютно с тем нищим который даже вот сидит на улице там просит подаяния как правило даже у нищего больше шансов приобрести больше мудрости в понимании мира так вот далее далее мы говорим о вот этих вот богатых мира всего и вот эти богатые они своими состояниями приобретают естественно и власть в том числе политическую власть влияние там на процессы проходящие в странах и далее представьте себя вот вы имеете вот у вас например там 100 миллиардов долларов евро чего угодно то есть теперь у вас задача чтобы они сохранились для ваших потомков начатков и так далее ведь то что вы можете их потерять это абсолютная реальность то есть придут какие-то там Потемкины Павлики Морозовы и так далее и скажут все мы экспорприруем и так далее то есть это абсолютная реальность и таким образом то есть люди потеряют вот эти вот свои богатства и это будет катастрофой для них значит что тогда делать нужно обезопаситься от этого то есть нужно сделать так чтобы вот это вот величие могущество вот это вот признание вот эта власть управления над людьми она оставалась навсегда была узаконена чтобы ни у кого не было такой возможности чтобы что-либо изменить и как это сделать это нужно для этого нужно все поставить под управление то есть сделать управляемым ну вот реально абсолютно реально представьте себе у вас 100 миллиардов на ваших счетах там у вас тысячи разных компаний которые принадлежат вам вы управляете любви вы управляете политиками в разных странах вот то есть нужно сделать так чтобы все безоговорочно вам подчинялись все узаконено то есть у вас есть ресурсы у вас есть допустим там армия полиция и так далее вы составляете определенные свод правил по которым люди живут вот вы им даете там какое-то там маленькое средство на пропитание чтобы они существовали вот и все таким образом это вот как бы монархия то есть это вот ваша власть которая вам дает гарантию того что не произойдут какие-то там катаклизмы вот но проблема в том что для вот этого для вот этого управления вам вам очень тяжело управлять практически даже невозможно когда очень очень большое количество населения то есть во-первых вам этого не нужно во-вторых поймите что чем больше людей тем больше у вас проблем даже какие бы вы законы не сделали но именно люди способны там к восстаниям революциям свержениям и так далее то есть если меньше людей то есть ну как бы меньше вероятность того что это произойдет потому что чем больше людей тем нужно больше армии нужно больше полиции нужно значит их содержать соответственно опять вероятность того что та же армия та же полиция может повернуть против вас и так далее то есть там свои головные боли поэтому конечно же у вас будет задача того чтобы уменьшить население абсолютно реально вы поймите ну что-то скажет ну это же там нечеловечно и так далее но это поймите так же правильно вы рассматриваете когда вы находитесь с другой стороны баррикады не не там где вы находитесь с 100 миллиардами долларов то есть когда вот эти вот 100 миллиардов долларов у вас то вы смотрите как бы хорошо было бы вот так устроить вот чтобы якобы вам первое дело было хорошо ну и остальным так сказать в округе вас поэтому во благо вот это якобы всех избранных необходимо принести жертву ну так же аналогично как было в Великой Отечественной войне когда сжигали миллионы людей в этих самых в печах уничтожали расстреливали в концлагерях то есть было физическое уничтожение людей точно по этой же причине чтобы уменьшить количество населения которое не требуется для того чтобы якобы счастливо жилось вот вот этим вот избранным поэтому абсолютно логично что происходит и абсолютно ясно что будет происходить никаких секретов нет так то есть будет все на ужесточении для того чтобы сделать вот те вот правила по которым все должны будут жить ходить как в том пионерском лагере вот если там делаешь что-то не то ты будешь наказан вот шаг влево шаг в право не принимается как приравниться к расстрелу вот и таким образом вот это будет все это установлено вот это будет это не то что однозначно а ну как если у кого-то есть возможность заглянуть в будущее а это не так сложно сделать то все это видно все что произойдет то есть эта картина видна вот но самое главное при этом а ну еще там скажу такой момент что у людей такое впечатление сложилось и церковников так сказать говорят аналогично что вот якобы придет там антихрист и все там зверь такой и все ему поклоняться будут и вот все поклонятся ему все и он будет восседать на этом престоле в храме в Иерусалиме и вот после этого то есть это будет символ такой зла и после этого придет Иисус и будет биться с этим вот злом будет борьба добра и зла Иисус победит и будет тысяча лет все счастливо жить вот то есть вот такое спаситель придет и вот эту вот идею продают священники уже многие многие времена на самом деле это иллюзия которая не имеет ничего общего под собой это была такая же иллюзия и две тысячи лет назад когда вот ждали 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 Мессию который якобы будет их спасать от злого от злых поработителей и так далее а тут пришел Мессия говорит да царство находится у вас самих то есть оказывается их кто спасать никого не будет так и сейчас никто никого спасать не будет абсолютно нет понимаете нет никакого спасения от кого-то от чего-то все что людям необходимо это преобразовать себя то есть вот это так называемое спасение это той иллюзии в которой они живут для этого им дается сейчас все это время дается время возможность для того чтобы это познать опять же через свой опыт пропускай вот а иначе иначе будет скажу так иначе то что будет смерть а еще такой момент мысли приходят еще такой момент часто у людей такие мысли что вот написано действительно в писании так есть бог есть любовь но у людей понимание что любовь это это вот там созидательное то есть например рождение ребенка это любовь там цветы распускаются это любовь то есть это люди уже дают такое такие бирочки а вот то есть хорошо плохо то есть рождение ребенка это хорошо а вот смерть человека это же этого же человека который ранее там родился это уже плохо то есть вот первое рождение это любовь а вот смерть это оказывается не любовь но если господь есть любовь если это происходит все присутствие господа в нем же и рождение и смерть то смерть является такой же любовью как как и рождение то есть это неразрывные события так вот любовь является и уничтожением человека то есть когда происходит уничтожение истребление людей причем таких примеров довольно много в истории ну начиная от того что там всемирный потоп да то есть там Ной Ковчег и так далее и там множество там Помпея последний день Помпея когда там очень много людей сгорело вулканы и так далее и так далее и так далее очень много таких в истории примеров когда большое количество людей просто истреблялись уничтожались по разным причинам кто-то называет там стихийными бедствиями кто-то там еще как-то там человеческий фактор да то есть там Великой Отечественной войны а на самом деле ничего так называемого стихийного не бывает так же как вот стихия там ветер дождь снег и так далее это люди дают такие бирочки там все в этом мире взаимосвязано ничего просто так не происходит конечно можно сказать всем этим можно управлять но это не нужно потому что человек не видит всей картины мира так так я вот хотел о чем сказать что любовь это и уничтожение то есть уничтожая большие массы народа людей это так же является частью так называемой любви как бы это не звучало как бы этому люди не относились то есть вот эти иллюзии свои нужно развеивать что если я если я живу а вот я существую я здоров и так далее это хорошо это любое а вот когда у меня что-то болит когда у меня там неудобно у меня там страдания есть вот это не любовь вот это оказывается ой-ой-ой как плохо но на самом деле одно непосредственно связано с другим все это является любовью вот так же как вот эти болевые ощущения вот эти так называемые страдания они являются всего-навсего результатом проявления деяний человека его именно его не кого-то там другого его именно ну что-то так же может сказать ну хорошо получается что если кто-то там производит какие-то выбросы в атмосферу там загрязняет атмосферу то таким образом вот я буду страдать то есть получается что там он является причиной моих страданий нет это изначально так люди видят действительно но это так как они видят используя свой разум потому что человек вот конкретный человек вот Иванов Петров Сидоров который слушает информацию это теперь происходит через его переживания через его опыт то есть если он идет по пути познания истины то у него совершенно другие восприятия на те процессы которые происходят вокруг него то есть даже если например там в округе там грязная обстановка там пыль грязь и так далее то два человека находясь в этой среде один из них это который познает истину а второй который живет в иллюзии то у них их страдания абсолютно различные то есть воздействие на первого человека вот который идет по пути познания истины значительно значительно меньше чем у второго человека который живет в иллюзиях то есть у второго будет степень страданий значительно значительно выше примеров этого очень много например те же йоги ходят по стеклам по огню и так далее но это грубый пример на самом деле если человек находится в любви тишине спокойствии в понимании вот этой истины находится в этой истине то у него происходит совершенно другие процессы в организме по адаптации к внешней среде то есть внешняя среда является уже как бы результатом от его мира то есть он является уже вот этой свечой тем светом который светит вокруг соответственно и воздействие на него совершенно другое по отношению к якобы враждебным условиям которых он находится вот опять же я начал передачи с того что практически все что я говорю оно так и останется вот этим вот глазом лопающего пустыни до тех пор пока человек сам лично не пропустит это через себя через свой опыт ну на сегодня будем заканчивать вот пишите если четкие вопросы потому что все открыто в этом мире с вами всегда был Андрей Рыбин всего доброго до свидания с Богом до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...